Ситуация случилась следующая. Попросил помощь у матери для своего дела. Дело ей не понравилось. В общем, ни с чем я и ушел. Психанул и ушел. Но садок остался, чтобы просто потерянности, чувство потерянности. С этим чувством хотелось бы поработать, как-то сказать. Спокойнее к этому относиться, что ли? Такое ощущение, что оно преследует меня постоянно по жизни. Чувство одиночества, потерянности. От него избавиться хочется. А что на это место встроиться, даже положить не могу на данный момент. Ну и зря, потому что все-таки послушайте свое тело. А что бы хотелось? Какие состояния, по сути-то, для вас желанны? Если уходит вот это чувство одиночества и потерянности в жизни. А что вы хотите обрести взамен? А как вы хотите себя чувствовать в мире, в пространстве? Что это за чувство? Что за ощущение? Как вы себе это представляете? Что бы хотелось? Да. Это, кстати, очень важно. Жить, общаться. Да, это важно. Я понимаю, что это важно. Жить, общаться. Напор на себя, что ли. Жить, общаться. Все равно одиночество. То есть это что? Взамен приходит некое состояние открытости, может быть, или как у вас вот простраивается внутри? Как это звучит у вас? Общаются люди все вокруг? У меня звучит чувство вины. Звучит это, как чувство вины, я просто живу. Такое состояние взвешенное. То есть своего ничего нет. Ну и чужие запросы уже как-то выполнять тоже не хочется. Ага, ага. И что с этим делать? Я не знаю. Ну, на данный момент хочется выбросить вот это вот чувство брошенности. Пусть от него избавится. Хорошо. Тогда заглянь. Что там за чувство брошенности, одиночества, потерянности? Закрывайте глаза. Устраивайтесь уютненько. И сейчас сделайте глубокий вдох через нос. Медленно протяжно выдох через рот. Подвешите ровно, спокойно. Чуть глубже, чуть медленнее, чем обычно, чем вы привыкли. И ощутите, как каждый вдох приносит вам волну расслабления. И она прокатывает от самой макушечки до кончиков пальчиков на ногах. А каждый выдох забирает и уносит из тела все, что только может помешать расслаблению. И делает это абсолютно легко. И каждый следующий вдох накатывает очередную волну. И она мягко проходит по всему телу, усиливая прежнее состояние расслабленности. А каждый выдох ей просто в этом помогает. Угу. И почувствуйте, как постепенно выравнивается сердцебиение. Успоказываются мысли. На выдохе плечики уходят немножечко вниз. И тело становится чуть тяжелее. Но это приятная тяжесть. И сейчас бережно прикоснитесь к своему телу. Почувствуйте, все ли органы, все ли части тела устроились уютненько. Поправьте с тела, сядьте как-то комфортно, если хочется. Ну, давайте тогда посмотрим, поэкспериментируем. Вот произнесли вот это вот. Разум, да? Он не живет. Чувствую одиночества, чувствую потерянности. А где оно в теле сконцентрировалось? Как это выглядит? Что это за образ? Верхняя часть груди, начало горла. Наружу туман черный, а внутри плита черная. Заполняет почти всю грудь. Замечательно. Вот сейчас посмотрите на эту плиту, туман. И скажите, я тебя вижу, и я признаю всю твою силу. Ну, я здесь и сейчас выбираю тебя разместить перед собой. Я выбираю с тобой взаимодействовать и проявлять к тебе исключительно добрые чувства. Получается, выходит, выходит эта плита? Да, на клавиатуру перед собой поставил. Так, отлично. И что же она там делала, эта плита? Что она проявляет? Какие от нее чувства, эмоции исходят в отношении вас? Боль, грусть в отношении меня? Да. Это тоска, что ли? Тоска. Ага. Ну, посмотрите тогда на эту плиту, скажите ей. А я не буду на тебя напускать грусть и тоску. Я выбираю проявлять к тебе исключительно добрые чувства. И знаешь, я тебе разрешаю расслабиться и выпустить все, что ты в себе накопила. Вот любым способом, какой тебе нравится. Вот сегодня тебе можно все. Цветом, светом, звуком, хоть взрывом. Как тебе больше нравится? Расслабляйся. Я тебе разрешаю. Ага. Что там с этой плитой происходит? Ага. А как она себя ведет? Какие у нее реакции? Ну, края стали мягче. Мягче. Так. Туман немножко как бы с нее спал. И внутри у нее растет напряжение. То есть она это все в себе проявление вот это сдерживает. Выпускать не хочет. Ага. А я не буду тебя сдерживать и ограничивать. Я тебе разрешаю наконец-то расслабиться и делать то, что тебе нравится. Тебе больше не нужно прятаться. Стала жидкая, растеклась по столу. Супер. Ну и вот и чье же это? Это ваше вообще или это чужое? Если ваше, то пусть придвинется чуть-чуть ближе. А ежели чужое, пусть это двинется дальше от вас. Может быть она разделится. Разрешите ей разделиться, если там есть хоть кусочек вас. Пусть он отделится и приблизится к вам. Две трети наружу, одна треть ко мне. Так, отлично. Вот та, которая чужая часть, вот эти две третьих, я прошу проявиться тех, кому это принадлежит. Это чужое. Я это тащить дальше отказываюсь, я выбираю это виснуть. Отец и дед. Супер. Сейчас на них посмотрите и скажите, я очень вам благодарен за все, что вы сделали для меня и для рода. Ну, я возвращаю вам то, что вам принадлежит. Я отказываюсь это тащить дальше. Забирайте. А мне верните мою силу. Верните мне мою энергию, которую я утратил в этих ситуациях. Я выбираю вернуть это полным объемом. Стоит на месте картинка статика, не двигается ничего. Ага, тогда я разрешаю вам забрать только вашу часть. Если там есть то, что вам кто-то когда-то навязал, вы точно так же можете это вернуть тому, кто вам это дал. Разделилось две трети еще на две равные, ну еще на такие же пропорции, две трети, одну треть. Появился второй дед. Так. Пускай сейчас каждый разберет свою часть и вернет себе свою силу. Ну, как-то оно втекать в них не хочет. Хотя, сейчас, секунду. Я вам разрешаю делать с этой своей силой все, что вы пожелаете. Она ваша. И только вы решаете, куда ее направить. Как с ней действовать. Она ваша по праву. Разбирайтесь с ней сами. А мне верните мою. Чужого мне не надо. Я чужого не беру. Но свое я не отдаю. Пусть все мое возвращается ко мне. Ну вот остался один дед. Что-то он сопротивляется со всем. Угу. Положите к его ногам его часть. Это твое. Я отобрать отказываюсь. Забирай себе то, что тебе принадлежит. Если здесь есть чужая часть, ты ее точно так же верни тем, кому она принадлежит. Угу. Забрал. Отлично. По крайней мере, она у него начинает текать. Да. А теперь все верните мне мою силу, мою энергию. А вот тебе и штука, я свое боюсь забирать. Ага. Конечно. Просто так не происходит отказ от силы. Значит, внутри сидит страх принять свою силу, жить со своей энергией. Это же ответственность. Как-никак. Где там сидит это сопротивление внутри? А кто там боится принимать весь поток своей силы? Солнечное сплетение, вот это вот район диафрагмы. Угу. Что там? Как проявляется этот образ? Еще раз? Темный гном. Ага. Темный гном. Угу. Угу. Я тебя прошу выйти из моего тела и разместиться передо мной. Я тебя не буду ругать и наказывать. Я выбираю с тобой взаимодействовать. Тебе больше не нужно прятаться. Я тебе разрешаю проявиться. В полной мере, во всей красе. Хм. Хм. Так. Что там происходит с этим гномом? Появились цвета, он стал расти. Угу. Угу. Отлично. Я тебе разрешаю проявляться. Я разрешаю тебе раскрыться. А теперь вот его поощущайте, послушайте. Это ваше или это чужое? Нет. Если ты мой, придвинься ко мне. Если чужой, отодвинься дальше. Отодвинулся. Супер. Я прошу проявиться тех или того, кому это принадлежит. Если это чужое, я отказываюсь это брать и выбираю вернуть. Да тут прям половина роднее. Толпа целая. Естественно. Естественно. Ага. Сколько бы вас ни было. Разберите каждую свою часть. Не больше и не меньше. Я это брать отказываюсь. Возвращаю вам все безвозвратно. И верните мне мою силу, мою энергию. Я забираю все, что принадлежит мне по праву. Угу. Ну, думаю, что украшится, делится. Но стоит до сих пор. Каждый свою часть. Угу. В ответ что-то идет. Да. Я разрешаю этому процессу протекать свободно, легко. Я возвращаю чужое и забираю себе свое. Угу. Вот пошла нервная, нервная, такой колотун нервный по телу. Легкий мандраж. Ага, ага. Пошел мандраж. Отлично. Я принимаю свою силу в том виде, в каком она приходит. Скажите этой энергии. Я от тебя больше никогда не откажусь. Ты моя по праву рождения. И отныне я выбираю жить и действовать, исходя из обретенной силы. Гном раскрашился наполовину. Ну и по ногам такое тепло пошло. Но мандраж еще остается. Хорошо, пускай поток идет, сила идет. Я разрешаю этому потоку протекать во мне, во мне, через меня. Свободно, легко, естественно. И я прошу сейчас этот поток растворять на своем пути все преграды, все помехи. К своему свободному течению во мне и через меня. И к своему свободному и благостному проявлению во мне и в моей жизни. И пусть этот процесс течет, естественно. Весь этот гномик, оставшиеся части его. Каждый кусочек уходит тому, кому он принадлежит. Не больше и не меньше. Я себе разрешаю освободиться от этого, раз и навсегда. Пришло время. Не отказываюсь за это цепляться. И возвращаю это полным объемом тем, кому принадлежит. Ну, осталось процентов 10 гномов остатки. Остатки ног. Ну, выбираешься. Остальной группой пошло назад. Угу. Все, все, все. Все до последней капли уходит тем, кому это принадлежит. А мандраж это от очень сильного желания быстро завершить процесс? Мандраж бывает и от того, что начинается поток энергии в теле. И такая реакция наступает. Для этого нужно подышать, расслабиться, насколько возможно. Бывают мурашки, мандраж. От тех энергий, которые втекают, непривычных очень. Тем более у вас идет такой некий отказ от собственной силы. Естественно, когда вы сейчас ее принимаете, тело реагирует. Это нормально. Все хорошо. Разрешите процессу, уйти своим чередом. Самым комфортным для вас способом. Насколько это возможно здесь и сейчас. И просто разрешите себе доверять этому процессу. Ну, молодец. Вы с этим трудитесь. Угу. И уходит все, все до последней капли. И себе я возвращаю. Ну, по-моему, в апреле. До последней капли. Угу. Всем, кто причастен, кто бы это ни был, мы это возвращаем. Угу. 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 Отлично. Та сила, та энергия, которая вливается. Разрешите себе ее принимать полным объемом. Я разрешаю себе вырасти до того уровня, который позволит мне здесь и сейчас принять свою силу полным объемом. Принимать ее, пропускать через себя и жить и действовать, исходя из этой силы. Она моя по праву. Как она ведет себя в теле? Какие ощущения, вот кроме мандража? Ничего не чувствую. Вообще ничего не чувствую. Угу. Я разрешаю этой энергии протекать свободно и легко. И пусть этот процесс обмена... По ногам только ощущения. Пусть этот процесс обмена протекает свободно и легко. Я его сейчас запускаю. Я возвращаю все чужое. И забираю себе свое. И пусть этот процесс течет свободно, легко, до полного своего завершения. Столько, сколько понадобится по времени, даже без моего сознательного вмешательства. Угу. Вот захотелось, как бы сказать, ни о чем не думать. Опустошенно, что ли. Так. А все кусочки ушли, гномика? Нет, осталось. Остались вот подошвы и остались. Они остались. Вот они, чьи эти подошвы-то? Пусть проявятся те, кому это принадлежит. А вот это одноклассников подошвы. Угу. Я вам возвращаю ваше. Забирайте. Здесь и сейчас. Полным объемом. Мне это больше не нужно. Верните мне мою силу. Угу. Угу. Вот сейчас напряжение с тела уходить стало. Ну да, замечательно. Замечательно. Мне чужое не надо. Выбирайте все. Возвращаю себе свою силу. Свою... Свою энергию. Угу. Угу. Возьми все. И подошвы. По ногам пошло. Подошвы исчезли. На месте, где стоял. И генома подошвы нет. Ага, молодчина. И вот сейчас там был поток, который шел от дедушек, от отца. Тот поток, который не было возможности принять. Было страшно принимать. Пусть он сейчас проявится. Я выбираю принимать всю свою силу. Я себе это разрешаю. Разрешайте себе. Поток проявился. Еще раз, кто проявился? Поток проявился как... Ага. Прямого цвета поток. Вот. Ты мой. Я никогда от тебя не откажусь. Я даю тебе место в моем теле. Займи то место, которое принадлежит тебе по природе вещей. И отныне проявляйся естественно, свободно и открыто. Угу. Почувствуйте теперь, как он входит в вас. Удается вам его принимать? Угу. Да, часть разместилась в теле. Так. А часть? Ну еще что-то... Как застыла часть. Угу. А я тебя не буду замораживать. Я не буду тебя отвергать. Я даю тебе жизнь, свободу. И выбираю с тобой взаимодействовать самым наилучшим образом. Я выбираю тебя проявлять, применять, действовать исходя из этой силы. Легко и уверенно. Ну вот сейчас самый первоначальный этот кирпич, самый первый, который извлек. Вот он сейчас взорвался желтым взрывом. Ага. То есть он опять появился. Ну и процесс взрыва идет. Взорвался. Ага, отлично. Замечательно. Да. Там вот был кусочек, одна треть, который, да, отделялся. Вы его почувствовали как вашу часть. Пусть он сейчас проявится. Семнадцатилетний я. Так. И что там за чувства? Что за ощущения? Чужой среди сверстников. Так. Где в нем это чувство сидит? В какой части тела? Вот это ощущение, что он чужой среди сверстников. Оно как бы по всему телу распределено. Я не могу его локализовать. Ну хорошо. Грусть и уныние. Такое. А вот сейчас скажите ему, вот, красавцу этому нашему, семнадцатилетнему, пусть он повторит за вами. Я выбираю разместить это состояние перед собой. И сколько бы тебя ни было, каким бы ты ни была, выйди, все, до последней капли и разместись передо мной. Это мой мир образов. Здесь я хозяин. И я выбираю это сделать легко и свободно. Стеклянный образ, но как ни странно, это образ, ну, как бы частично заполняется образом матери. Угу, угу. Ну, пусть он сейчас посмотрит на все на это. И скажет, я выбираю вернуть это тому, кому это принадлежит. Та часть, которая принадлежит матери, пусть она идет ей. Стеклянный силуэт, как бы ей стал вдруг. Так. Мама, я благодарю тебя за ту жизнь, которую ты мне подарила. Но я здесь и сейчас возвращаю тебе то, что тебе принадлежит. Получается, эта часть, которая вышла из тела у молодого человека, превратилась в маму. А теперь позовите свою настоящую маму. И скажите ей, мама, я тебе выбираю вернуть твою часть. А она брать не хочет. Мам, это твое. Только ты можешь с этой энергией управляться. И она тебе сейчас, смотри, как нужно. А мне верни мою часть. Так, какая там идет реакция? Что с мамой? Ну, скульптурка, которая вышла из 17-летнего, стала мягче. Сглаженней мама стала мягче. Мама, верни мне мое. И хочешь тоже отдавать маму мое? Да что ж такое? Ну, мам, я готов принять свою силу. Посмотри на меня. Верни мне мое. И лучшее, что ты можешь сделать для меня, это благословить меня. Да. На радостную, счастливую жизнь. Так, что там происходит? Лицо ее стало мягче. Она сама стала мягче. А скульптура, как стояла, так и стоит. Она как бы ее вообще не замечает. Кто смотрит, кто на меня сейчас, а скульптуру не видит. Мама, я тебе разрешаю увидеть свою часть. Я разрешаю тебе обрести свою целостность. Забери себе свое. Это твоя сила, твоя энергия. Она как бы подмышку взяла. То есть, скульптура у нее подмышкой есть. И та же скульптура стоит рядом с ней. Угу. Это противление у нее. Вот. Это чья часть? Мамочка, если там есть то, что тебе когда-то навязали, верни это тому, кто это сделал. Ну, растворяться стала оставшаяся часть скульптуры. Вот. А то, что ты отдала чужое, это здорово. Верни теперь себе свою силу, мама. Верни себе свое. Да. Скульптура плавится, почти там сплавилась вся процентов 15-20 осталось. А чтобы к маме обращалась, я не чувствую, не вижу. Угу. Мама, я разрешаю тебе вернуть свою силу, свою энергию, от тех, кому ты отдала сейчас остатки образов. И я прошу тебя вернуть мне мою энергию, мою энергию, мою силу. Я готов ее принимать. Клик, эта передача пошла. От нее ко мне тоже что-то идет. Я принимаю свою силу полным объемом. Никогда больше от нее не откажусь. Угу. Я даю место этой энергии в моем теле. Текло по ногам. Которая, ага, отлично. Которая ей по природе вещей принадлежит. У вас уже второе, да, идет по ногам. То есть энергия такая, действие, возможность идти вперед, двигаться вперед. Угу. Отлично. Как сейчас чувствует себя 17-летний наш красавец после обмена с мамой? Совсем две разные вещи. То есть как бы отдельно от матери полностью себя чувствует. Отдельно от матери. Ну, чувствует себя индивидуально, скажем так. По-другому что-то не могу сказать. Отлично. Он чувствует себя как индивидуально. Здорово. А как же он чувствует себя в кругу сверстников? Изначально у него была проблема именно ненужность такая, непринятость в кругу сверстников. Хреновато чувствует себя. Мягко говоря, дискомфортно. Вот. А где это состояние дискомфорта? Что это в нем? Что за дискомфорт? Неуверенность или что это? Где это в его теле спряталось? Почему ему так плохо среди сверстников? Не такой, как они. Ага. Ну и что? Это же здорово. Ну, а чувство остается как бы, что чужой там все равно. Чужой. Где оно, это чувство у него в теле? Как оно выглядит? Первичное состояние было во всем теле. Отдали маме этот образ. Что там еще сейчас проявляется? Что там вылазит? Голова темный комок. Как глина темная. И грудь. Тоже что-то похожее на какой-то большой кирпич. Черный цвет. Вот сейчас. Пусть он вот это вот из головы достанет. Темный комок. Я тебя размещаю перед собой. И пусть он посмотрит. Это вообще чье? Это откуда? Это страх смерть сверстников. Профильм на того окружения, в котором он находится. А в груди... Если это чужое. А в груди них, наверное, похожее ощущение и боль. Чувство одиночества. Ну, что такое, тоже группы. Вот если это чужое. Пусть он это отдаст тому, кому это принадлежит. С двумя кусками одновременно это можно делать? Если идет, пожалуйста. Если есть хоть кусочек вас. Пусть он отделится и останется. А все-все-все-все чужое возвращается тем, кому это принадлежит. Без остатка. Без возвратных. Облегчение по телу. А куски стали хорошо распространяться по окружающим. У меня остался мой маленький такой шарик с размером шара маленького тенниса. Сейчас тогда пусть этот молодой человек посмотрит на этот шарик и скажет, я тебя вижу и я тебя признаю. И если ты мой, я никогда от тебя не откажусь. Я разрешаю тебе сейчас раскрыться, проявиться, и тебе больше не нужно прятаться. Я выбираю с тобой взаимодействовать самым лучшим образом. Шарик рад, но ничего больше не делает. А как он радуется? Он прыгает? Ощущение радости. Ощущение радости. Угу, угу. Я тебя раскрываю. Я тебя расколдовываю. Я тебя расколдовываю. Я разрешаю тебе открыться во всей красе. Никогда тебя не брошу. Никогда не обижу. Я разрешаю тебе разместиться во мне и занять достойное место. То место, которое тебе по праву принадлежит. Что там происходит? Ну, растёкся по груди. Так. Отныне я выбираю жить и действовать, исходя из обретённой силы. Это моя сила по праву рождения. И только я решаю, куда и как её направлять. Вот состояние такого опустошения, как будто пусто. Пустота небольшая. Внутренняя пустота. Угу. А я не буду тебя вытеснять. Скажите этой пустоте. Я разрешаю проявиться, потому что там сокрыто. Что там? Хочется сказать, часть моей жизни. По-другому счёт не получается. Как бы это опредметить. Как белая субстанция. Сейчас это такая размером со стул прямоугольной. Она вот в ней, как молоко, что ли. А какое от этого состояние? Это дискомфортное состояние? Что это моё? Что это моя часть? Но страх её принять. Ага, ага. А я разрешаю себе посмотреть своим страхом в глаза. Я разрешаю себе осознать здесь и сейчас, что моей силой могу пользоваться только я. Только у меня есть такое право. Я разрешаю себе обрести свою силу. Разрешаю себе вырасти до того уровня, который позволит мне принимать весь объём моей силы, жить и действовать исходя из этой силы. Легко и свободно. Уверенна. Выслуху, запрещающий образ матери это делать. Вот, отлично. Сейчас, мамочка, я тебе возвращаю твой запрет. Я отказываюсь его нести дальше, забирай. Забер. Я хозяин своей жизни. Я выбираю принимать свою силу и жить и действовать исходя из этой силы. И верни мне мою энергию, мою силу. Ту, которую я потерял в этой ситуации. Как ни странно, образ головы. Это образ головы матери. Я отдаю его ей. Вот голову просто отдаю без тела. Угу. Фух. Я тебе возвращаю то, что тебе принадлежит. Верни мне моё. Сижу, я мнение назву. Я выбираю вернуть себе то, что принадлежит мне. Такой, едва лавина и марева назад идёт. Угу. Сколько бы там ни было, я принимаю всю свою силу без остатка. Угу. Опять такое тепло, очень тонкое по ногам. Хорошо. Хотел чуть-чуть едва лавина расслабления. Тоже замечательно. А вот те части там, которые, вот, тамков ушли из груди, из головы. Те, кто забрали это, они вернули полностью всю энергию в обмен. Всё ли 17-летний у нас подросток забрал своё в этой ситуации? Не хотят отдавать ничего моей сверстнике мне назад. Своё до конца не взяли, отдавать не хотят. Ну, сейчас мы тогда скажем. Я соблюдаю закон высшего порядка. Закон обмена энергиями. Я отдал вам ваше, верните мне моё. Здесь я главный. Я хозяин своих образов. Я возвращаю вам ваше и выбираю вернуть себе всё до последней капли из того, что принадлежит мне. И сейчас. Они, как сказать, смотрят, состояние шока и не могут ничего отдать. Как будто пропали. А я вам сейчас помогу. Я разрешаю вам расслабиться и просто отпустить то, что принадлежит мне. Я в вас верю, у вас всё получится. Я разрешаю проявиться этой энергией. И я выбираю её вернуть себе здесь и сейчас в полном объёме. Какой бы она ни была, сколько бы ни было. Я её вернула ещё. И я разрешаю ей вытекать из этих ребят легко, свободно и продвигаться ко мне самым наилучшим образом. Ну прям река назад. Конечно. Вот пусть наш мальчишка 17-летний принимает весь этот поток. Это его сила, его энергия. Там в социуме утраченное. Пусть он наслаждается этим потоком. Напитывается им. И примет всё до последней капли. Как он теперь себя чувствует, когда к нему эта река возвращается? Как он теперь себя ощущает в пространстве? Как он с этой силой обращается? Получается полностью принимать? Чувствует себя спокойно. Стал твёрзо стоять на ногах. Отлично. Агрессии нет, агрессивности нет. Угу. Ну скажите, ну ещё, я тебе разрешаю доверять миру? Разрешаю тебе принимать любовь, заботу, защиту мира в том виде, в каком она приходит к тебе? А миру я разрешаю позаботиться о тебе самым наилучшим образом. Угу. Как он теперь себя чувствует? Ничего не поменялось, у меня недоверие какое-то нужно. Где оно? Напряжение в мозгу. Напряжение в мозгу. Ага, сколько бы тебя ни было. Ага, я тебя размещаю перед собой. Прошу тебя выйти и разместиться передо мной. Ага. Какой пластиковая ёмкость с водой. Угу. Литра два-три. Ну и что ж она там делала? Какие у неё были задачи? Что она проявляет? Это застоявшийся стоит. А чья она? Да. Кому принадлежит? Отец. Частично отец. Частично дед. Частично второй дед опять. Троица собралась. Ага, сколько бы там вас ни было, да. Я каждому из вас возвращаю вашу часть. Я разрешаю вам научиться доверять миру. Себе и миру. Я вам возвращаю ваше. И прошу вас отдать мне мою часть. Каждый из вас. Верните мне мою силу. Мне она сейчас очень-очень нужна. На минуточку показалось, что это ещё последствия войны расхлёбывали. 41-45. Ну, тогда дедам разрешите здесь и сейчас увернуть в войне весь вред и зло, которое было им причинено. Если оно ещё как-то в них проявляется, пусть оно отделится от тела и уйдёт туда, к эгрегору войны. Увиде, как это происходит. Хорошо. Кто-то увидит, что проявляется. Ой, здорово. Уходит что-то из них? Да, и меня отпускают. А себе пусть они вернут свою силу, утраченную. В тот момент. Всё потерянное. Пусть вернут себе всю энергию. И к нему вращаются. Ага. Ага. Ну вот теперь и им есть чем поделиться. Я прошу вас, верните мне мою силу. И ко мне пошла. Вот, замечательно. Ушло состояние недоверия. Как теперь наш подросток себя чувствует в мире? Для него это новое состояние, скажем так, нейтрально. К нему не привык совсем. Я тебе разрешаю освоиться в этом мире. Я разрешаю тебе осваивать своё новое состояние, реализовывать его в своём темпе, самым комфортным образом для тебя, самым наилучшим образом для тебя и для мира вокруг. Он стал наблюдать за своими сверстниками. Раньше этого делать не позволял. Так, отлично. Вот такого подростка сейчас, спокойного, уверенного, который наблюдает, уже можно принять в себя? Такого подростка можно принять. Угу. Ну и оставить задел на дальнейшую проработку. Конечно. Я тебе разрешаю раскрываться во всей красе. Я разрешаю тебе освоиться в этом мире самым наилучшим образом. А миру я разрешаю позаботиться о тебе. Ну, прекрасным образом, самым чудесным. Угу. Пригласите его сейчас. Нормально принимается. Я тебе разрешаю проявляться во мне и через меня абсолютно открыто и свободно. Делать то, что тебе нравится. Познавать мир. Экспериментировать. А я выбираю слышать и чувствовать твои проявления и поддерживать их. Угу. Угу. Прижал его к себе. Так. Ну, какой-то еще, не знаю, что-то он стоит, не хочет тело обходить. Двигается. Я не буду тебя отвергать. Я выбираю заботиться о тебе. Отныне я выбираю тебя любить и проявлять к тебе заботу. Я тебе и мама, я тебе и папа. Одно условие – жалеть никогда тебя не буду. Вот жалеют немощных и задохликов. А ты? Ты сильный. Ты прекрасный. И я выбираю тобой гордиться. Все упал внутрь. Угу. Грудь, ноги. От грудь и до ног. Ага. Отлично. Занимай столько места, сколько тебе нужно. Проявляйся открыто и свободно. Отлично. И вот сейчас вот что с телом происходит? Какие ощущения и состояния в теле? Ушло это чувство одиночества? Ушло. Но что вместо него пришло, не чувствую. Угу. А вот теперь как бы и осталось. В общем, секунду, знаете, сейчас закончится процесс. Илья, я его возвращаю сам. В теле чувство одиночества уточняю. Нет, это я его притягиваю назад, за уши. За уши. Я отказываюсь тебя принимать. Я выбираю обрести новое свое состояние. Я разрешаю себе чувствовать. Что для меня хорошо. Что для меня желанно. И запускать это в своей жизни. Реализовывать. Я разрешаю себе слышать и чувствовать самого себя. Я этого достоин. Я выбираю дать себе все самое лучшее. Разрешите сейчас себе в пространстве напитаться энергиями, потоками. Напитаться тем, чего не хватило для гармонии, для умиротворения. Для состояния радости. Прямо ты с благодарностью отменируйте потоки. Напомните себе. Разрешите сейчас своему телу в спокойном темпе слушать, слышать новое состояние. Реализовывать. Разрешите себе обретать что-то новое. Исследовать себя. Чувствовать себя. Появляться во благо себе и во благо миру. Как сейчас состояние? Состояние новое. Искомфорт отсутствует. Очень непривычно. Как-то страшно доверять себе до сих пор. Страшно доверять себе. Где этот страх в теле? Страх доверять себе? Где он сейчас спрятался? По телу распространился, но по большей части это... Он собрался в туловище. Ага. Размещайся передо мной. Все до последней капли. Сколько бы тебя ни было. Выходи, размещайся передо мной. Ну вот стеклянная скульптура. Вот моего туловища. Теперь что. Вот. Чья она? Чье это вообще? Как ни странно, Сергей Николаевича Лазаревича книжки прочитал когда-то давно. Я возвращаю вам то, что вам принадлежит. И отныне я выбираю жить и действовать. Своего опыта я разрешаю себе чувствовать себя. И действовать на благо себе и миру. А мне верните то, что мне принадлежит. То, что я утратил. Вот сам вернулась какая-то часть меня. Причем она раздвоилась. Одна часть меня впиталась. Вот тут. Двойник. А второй замер где-то метров. Ну где-то сантиметров пятидесяти от меня. Боится возвращаться. Ага. То есть вот эта часть замерла и боится возвращаться. Я не буду тебя пугать. Я не буду тебя пугать. Стало легчать. Да, я не буду тебя пугать. Не буду тебя ругать и наказывать. Я тебя выбираю принимать таким, какой ты есть. Я тебя принимаю. Я разрешаю тебе занимать место во мне и проявляться абсолютно свободно и естественно. Отделилась опять от него часть, вошла в меня, еще осталась. Та часть как себя ведет. Та часть как себя ведет, что в ней там проявляется? Это состояние, как человек подвис. Не то, что отупение, а вот фострация какой-то. А я тебе разрешаю проявляться открыто и свободно. Я разрешаю тебе действовать. Я разрешаю тебе жить. Ну, что-то у него плеваться стало. Ну, немножко оживать стал, он наполняться так, от периметра внутрь, постепенно стали проявляться в краске, тем более ярче еще и становятся образы. И постепенно устал, вот как клубящейся водой заполняться. Хорошо. Я принимаю весь поток своей силы. Я ему разрешаю протекать свободно, легко во мне, в моем теле, через меня и реализовываться самым лучшим образом. Во благо мне, во благо миру. У него образа внутри остался кирпич в районе головы и шеи. Вот он занимает. Сейчас он вернул владельцу. Ага. Опять же того же Лазарева. Я тебе отдаю твое, отныне я выбираю жить своим умом, своей головой. Верни мне мою силу. Несколько появилось опять образов. Сейчас распределю этот кирпич по аналогии. Угу. Сколько бы вас ни было, заберите каждую свою часть. Все без остатков. Угу. 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 Ой. Ой... Прошло. Угу. 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 Я все это возвращаю, решаю себе освободиться. с самым наилучшим для меня темпом. Нервное напряжение в горле и начинаю на стуле ерзать. Что там в напряжении? Темный еще шарик какой-то. Да, остаем этот шарик. Еще я. Ну, сейчас Леночка пришла. Угу. Я тебе это возвращаю. Забирай. И верни мне мою силу, мою энергию. Мне большего не нужно. Я выбираю вернуть тебе исключительно свою. Получилось. Угу. Замечательно. Ну, как теперь состояние в теле? По ногам тепло. Угу. Замечательно. Хочется кушать. Угу. Тоже здорово. Фух. Еще какой-то один затык у остаточного образа остался. Какой-то? Образ каких-то цифр непонятных. Чьи они? Пусть проявятся все, кто причастен к этому образу. Ощущение какой-то, извините, гнили. Вот, как трухлявый пиль какой-то проявился. Угу. Лучше он вернется к тому, кому он принадлежит. Мне это не нужно. Я от этого отказываюсь. Забирайте. А в ответ мое не хочет отдавать. Я разрешаю себе принять свое. Спасибо. Повращаюсь. Я верну все до последней капли. Получается? Да, получается в ситуации в действии, в которой хотелось тянуть голову в плещи. Вот она, в принципе. Поворотниковый зон не проявляется. Угу. Так, и что там еще? Трак, что опять не такой. Угу. Не соответствую ожиданиям какого-то непонятного, чужого мне, дядьки. Угу. Ну, так дайте эти ожидания, дядьки, это. Надежды, чайни, мечты, ожидания, все, что там было вложено. Верните ему и заберите свою силу. Свою энергию. Я отказываюсь выполнять твои ожидания, требования, представления, реализовывать то, что ты представляешь. Я выбираю жить своей жизнью, выбираю быть таким, какой я есть. Отдает он назад. Угу. Не отдал, сейчас я ему отдаю снизу его, снизу часть. Все уходит. Угу. Сниму частью. Теперь остаточный образ, который не зашел, успокоился. Угу. Понял, что это был всего лишь его страх, того, что он боится войти в мире. Вот. Вот теперь остаточный образ свой принимайте и скажите всей своей энергией. Я больше никогда от тебя не откажусь. Угу. Секунду не получается. Дайте еще мне 10 времени сейчас зафиналим. Угу. Вот теперь его загревок соединю с моим загревком и там вот реально какой-то еще страх сидит. Вот он вот реально мешает. Его надо поработать, иначе вся работа пойдет в одно место. Угу. Не оставайте этот страх. Я разрешаю себе не смотреть на свои страхи в глаза. Сколько бы тебя ни было, я тебя достаю и размещаю перед собой. Сколько-то маленьких, литких комочек с какими-то глазами, чем испуганными у самого. И как комочек и грязи. Да, я тебя не буду пугать, не буду тебя ругать и наказывать. Я тебе разрешаю проявиться, и я проявляю к тебе исключительно добрые чувства. Поился дядька. Угу. Кто за дядька? Муж маминой сестры. И я тебе возвращаю твою часть. Ах, да, его страх. Да? Да. Мне это не нужно. Верни мне мою силу. По загревку пошли мурашки. Угу. Угу. сливайтесь со своим новым состоянием. сливочи. Да? Бывает, это очень сложно принять самого себя. Да нет, тут не сложно. Здесь просто очень много веточек получается. Угу. Угу. Сколько бы этого ни было, разрешите себе обрести свою целостность самым комфортным, самым наилучшим для вас образом. и пусть сейчас это состояние растекается по вас, осваивайтесь с ним. Разрешите себе его прочувствовать, освоить это новое свое состояние, непривычное может быть немножко. Сейчас ваша задача будет его исследовать, слушать, жить, действовать, исходя из этого состояния. Угу. Для того, чтобы в полной мере понять, как это проявляется, что с этим можно делать, как действовать, какие тут открываются возможности и перспективы. Угу. И по ощущениям его нужно закреплять как промежуточное. Да? Угу. Хорошо. Да, это очень хороший кусок работы. Очень хороший, скажем так, фундамент, но будем двигаться дальше. Да. Вот сейчас разрешите себе закрепить это состояние как промежуточный эффект до того момента, когда у вас появится самая наилучая возможность доработать его. Угу. самым самым наилучшим способом, образом иметь для этого возможности и ресурсы, чтобы сделать это легко и комфортно. Угу. замечательно. И пусть это новое ваше состояние проявляется свободно, легко, на радость вам и миру вокруг. Сейчас поблагодарите себя за глубокую работу, за те сигналы, которые приходят подсознание за образы четкие. Пороют свое от перворожденных до ныне живущих за всю ту силу, которая дадена по праву рождения. Поблагодарите сейчас тех, кого хочется поблагодарить. Тех, кого верите, если верите. Создатель, Вселенная, Боги, Англии. Белохранитель так, как идет в душе, исключительно вашими словами. Наполнитесь состоянием благодарности к себе и к миру. И пусть она наполняет все ваше тело, распространяется свободно, легко. И в какой-то момент вы становитесь целым потоком благодарности. Он смотрит на вас, радуется, и дает все самое лучшее. Разрешите себе с благодарностью применять, принимать все, что дает вам мир. и напитайтесь сейчас этим состоянием, наполняйтесь. Когда будете готовы, нужно открывать глаза, возвращаться здесь и сейчас с хорошим настроением, промежуточным этим состоянием, которое действительно глубокое. Для того, чтобы его раскрыть лучшим образом прочувствовать, ощутить. пить водичку, обязательно трансовать, слушать себя, слушать свои состояния. Вам важно очень научиться слушать самого себя, чувствовать, что вы хотите, как вы хотите. не кто-то для вас, а вы лично для себя. Научиться понимать, чего же я вообще хочу в этой жизни. И я самую поддержку. Только больших успехов в этом направлении. Спасибо. Пьем водичку, трансуем. И удачи вам. До свидания.